Я могу сказать, что я чуть не одинокий воин здесь. Правда, таких, которые появляются в жизни, их очень мало. Очень мало, потому что в Бразилии у нас геомонические СМИ. Это СМИ, которые, по сути, их контролируют очень мало СМИ. Это, прежде всего, частные СМИ. И это очень важно сказать именно российскому аудиторию. Потому что я заметил, что в России есть большое количество людей, которые думают, что как только СМИ станет частной, то будут только пушистые, хорошие журналисты. Но на самом деле это не так. Потому что у нас практически нету такое понятия, как государственные СМИ. Но то, что самое хуже, это то, что эти СМИ, которые у нас есть, не дают места, не дают вообще время для людей другого мнения. Вот, например, CNN Бразилия. В самый первый день этого конфликта они пригласили господин Виторию Сиротюк, представитель украинского сообщества в Бразилии. То, что в Бразилии не участвует в этот конфликт, и приглашает этот человек, я считаю, допустимо. Но пусть приглашают также представителей Российской Федерации. Например, посоль Российской Федерации в Бразилии, либо наш консуль Каролина Бернардес, который, кстати, это бразильянка, почетный консуль Российской Федерации. Есть люди, как Куманданчи Фариназу, это также известный блогер, у него большое количество подписчиков. Люди, которые также могут представлять не только другое мнение, но люди, которые исследовали эту тему. Вот я, например, я прочитал разных книг исследований украинского национализма и от Донцова, и по книгам, как «Черное солнце Украины», замечательная книга Алексея Кочеткова, «Евромайдан имени Степана Банеры», от профессора Ангела Санислава Бышока. Там очень большое количество информации, которые, к сожалению, не доведут до нашего народа, но я стараюсь это все по частям донести. Вы ведете потрясающую борьбу, и то, что вы наполнены знаниями, читаете книги, это вызывает всяческое уважение. Благодарим вас, удачи вам в вашей борьбе, будем держать с вами связь обязательно. Антон Владимирович, зачем вам Бразилия? Фейкоделом. Бразилия так далеко. Мы свидетели первой большой мировой информационной войны. Там действительно конгломерат вот этих семей, которые владеют большинством медиаресурсов бразильских, крупных, они вовлечены в англосаксонскую элиту, и, собственно, у них там имущество, у них там банковские счета, и понятно, что так или иначе под западным медиаколпаком находится бразильское медиаполе. К сожалению, мы здесь сталкиваемся с давлением, которое идет по всему миру. Очень важно, чтобы вот эти ростки, этот объективный взгляд, он был и в Бразилии, во многих других странах, чтобы это росло. И для этого, конечно, здесь и наши посольства должны работать, и соответствующие службы. Это очень важно, что действительно идет мировая информационная война. Первая в истории фактически. И такая масштабная, потому что затрагивает каждого. Это не оружие, не солдаты, это не танки, это то, что проникает в каждый дом, потому что слово это самое главное оружие. Огромное вам спасибо, что вы к нам пришли. А на сегодня все. Смотрите программу «Антифейк» и вместе с нами ведите борьбу с той неправдой, которая обрушилась на нас. И если какие-то фото или видеоматериалы вызывают у вас сомнения, обязательно отправляйте в редакцию нашей программы. Мы проведем свое собственное расследование и расскажем о результатах в эфире. Информационный канал на первом продолжает программу «Время покажет». Анатолий Кузичев, Олеся Лосева. Продолжаем следить за кодом специальной военной операции России на Украине. В этот день, ровно 8 лет назад, человек, известный под прозвищем «Кровавый пастор» Александр Тручинов, который в тот момент был исполняющим обязанности президента, подписал указ о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины и сам лично возглавил штаб по ее проведению. Ну а что происходит сегодня? В эти дни украинские войска уже неоднократно пытались провести диверсии и на территории России, нанести удары по гражданской инфраструктуре приграничных городов. Вот буквально вчера губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле украинской стороной погранпункта в Кореневском районе из стрелкового оружия. Ну и, конечно же, последовал ответ, ответ жесткий, такой очень однозначный сигнал Киеву о том, что мы такого не потерпим. Вот что заявили в Министерстве обороны. Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, отчего российская армия до сих пор воздерживалась. Ну вот, Алексей Валерьянович, что касается центров принятия решений, я думаю, только ленивый не пробормотал про себя, что центры принятия решений, конечно, далеко не в Киеве находятся, но это пока не наш метод доставать реальные центры принятия решений. Нет такой задачи. Не менее, слушайте, но все, так сказать, я понимаю, что та сторона пытается сделать. Мы пытаемся действовать, как я это понимаю, в логике специальной операции, а те пытаются, так сказать, все это перевести на рельсы настоящей полноценной войны. Я правильно понимаю? Да, очевидно, это так, и действия, которые пытаются перенести на территорию Российской Федерации, тому яркое подтверждение, попытка вот этих укусов, бомбежек, обстрелов, подрывов, должна, конечно, практика пресекаться, и Минобороны сегодня, вчера, точнее, дали однозначно понять, что подобные действия получат достойный ответ. Очевидно, меняется характер контртеррористической операции, специальной военной операции на Украине, ужесточается риторика с одной стороны, и соответствующие ответы должны следовать со стороны генерального штаба. То, что риторика украинской стороны будет ужесточаться, это очевидно, потому что Мариуполь практически взят, и массово сдаются мурпейхи, массово сдаются представители украинской армии, те, кто смог переступить через страх расстрела своими же, потому что мы знаем, и примеры такие есть, когда те, кто пытался сдаваться, расстреливают. Поэтому я думаю, что альтернативы, кроме как делать ход операции, переводить его на более сильные военные рельсы, наверное, альтернативы у нас уже сейчас не остается. Пожалуйста, Георг, на более сильные, то есть на более жесткие решения. Абсолютно правильно, я абсолютно согласен, потому что мы пытаемся объяснить Киеву, даже в какой-то степени навязать Киеву логику, как абсолютно было правильно сказано, специальная операция, а Киев нам вот это отвечает полномасштабными боевыми действиями. И в этой ситуации у нас не то, что нет вариантов, мы обязаны просто ужесточать нашу позицию. Естественно, никто не говорит о том, что мы будем бомбить Верховную Раду, пока, или здание правительства, пока. Но нанести удары, например, по зданию СБУ, по зданию Украинского генштаба в Киеве, с резкоточным оружием, почему нет? Они же, собственно, наш противник. А там сидят не какие-то невиновные секретарши, а там сидят люди, которые принимают решения по операциям против наших военных, по попыткам в отношении наших пленных. Там военные люди, которые знают, куда они пришли, зачем они пришли. Там сидят, в конце концов, западные инструкторы, или западные, те самые передаточные механизмы по контролю украинской армии между западными генштабами и, соответственно, украинскими войсками на земле. Эти здания, СБУ, Генштаб, Минобороны Украины являются абсолютно не то, что законными военными целями, они являются очевидными военными целями, которые нужно было, в общем-то, давно отрабатывать. Как мне кажется. Тут еще есть вопрос, Дмитрий Ильич, к вам, видимо, Иван. А вот со своей целью, на что у нас все...